Это двор одинокой пенсионерки. Сегодня Софья Федоровна принимает гостей, но не за праздничным столом, а на своем приусадебном участке. Жасул Елевцы решили оказать ей посильную помощь совершенно бесплатно, а потрудиться есть где. Мы срезаем ветки с деревьев, помогаем вырубить траву, делаем мужскую работу. Что в первую очередь необходимо сделать во дворе и саду, подсказывает сама хозяйка. Я первый год в отряде сам учусь в университете имени Байшева, работать буду все лето, мне нравится. Это лишний заработок. По городским адресам разошлись порядка 30 человек в униформе Жасул Ель. Десант, в два раза превышающий эту численность, высадился в поселке Курайли. Там задача посложнее – помочь в строительстве домов, пострадавших от паводка. Цель этого мероприятия – это в первую очередь воспитание молодежи, общение с пожилыми людьми, с ветеранами. В свою очередь со стороны ветеранов тоже приятно общаться, передавать свои опыты, свои знания молодым поколениям. С текущего года студенческие отряды Жасул Ель существуют круглогодично. Правда, пик трудовой активности все равно приходится в основном на каникулярное время. В первом полугодии число бойцов составило 2000 человек. График работы студентов с 8 утра до 5 вечера, заработная плата – 60 тысяч тенге в месяц. Ирина Гути, Алексей Уразов, программа «Факт».